Здравствуйте друзья. В этом видео я хочу познакомить вас с новым устройством от известного производителя Sonoc, который заключает в себе множество различных полезных функций, которые пригодятся в быту. Это интерактивная панель, выполняющая роль физического выключателя на две линии, термостат, метеостанции, а также центра управления другими умными девайсами. Думаю, что многие увидят сходство с подобной панелью Acara S1, обзор ее тоже есть у меня на канале и будут правы. Но должен отметить, что в некоторых моментах герой обзора более функционален. Модель NS Panel EU, существует версия и для американского рынка. Экран цветной сенсорный 3.5 дюйма 480х320. Рабочее напряжение от 110 до 240 вольт требуется нулевая линия. Управляемая линия 2. Ток нагрузки до 2 ампер на линию, 4 ампера общая. Мощность LED до 300 ватт на линию, 600 ватт суммарно. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2 BLE. Размер 86 на 86 на 41,7 мм. На момент выхода обзора устройство доступно к заказу на краудфандинге Kickstarter. В свободной продаже пока его нет. Поэтому есть возможность, что серийная поставка может отличаться от той, что у меня. Приехала панель в коробке ярко-синего цвета, каких-то особенных полиграфических изысков тут нет. Все максимально практично. Название, производитель, описание функций и перечень параметров. Коробка не выполняет защитных функций, картон тут весьма тонкий. Но приехало все в целости и сохранности, упаковали устройство очень хорошо. В комплекте панель, небольшой буклет мультиязычной инструкции, пара винтов для крепежа в подрозетнике и отметка прохождения контроля качества. Инструкция и так сама по себе небольшая, да еще и на 8 языках, так что информации тут немного, но все самое основное, включая схему подключения есть. В отличие от упоминаемой панели Acara S1, тут не вся фронтальная часть это экран. Кнопки выключателя физические, находятся внизу. Это дает возможность управлять ими вне зависимости от того, что отображается на экране. Задняя часть квадратная, но небольшая. Забегая вперед скажу, что в обычный круглый подрозетник помещается. Тут продублированы параметры по максимальной нагрузке. Интересное решение, мне раньше таких не попадалось. Съемная крышка, которая закрывает прямой доступ к контактным зажимам. Думаю, что с точки зрения электробезопасности это очень хорошая мысль. В момент монтажа крышка снимается, все остальное время она закрыта. Корпус рассчитан на 5 контактов, но используется 4, входящая фаза E0 и выходящие фазы на каждую линию. В нижней части находится датчик температуры, тут же имеется защёлка, которую нужно отжать чтобы снять верхнюю панель. Фронтальная панель снимается для того, чтобы установить устройство в подрозетник, для чего тут имеется отверстие для монтажа. Соединение панели и внутреннего модуля организованы при помощи одной восьми контактной колодки. Обычный круглый подрозетник подходит для установки героя обзора, но стандартной глубины будет недостаточно, так как надо еще уложить провода, нужен глубокий. Наличие нуля позволяет работать с устройством без подключения нагрузок, что необходимо для устройств без нулевой линии. Обязательно проверяйте соответствие подключения фаза 0, это ваша безопасность. После подачи питания, можно приступать к добавлению устройства в приложение управления, для этого используется bluetooth. Базовое приложение управления для устройств Sonoff Evelyn. Нажимаем внизу на кнопку с плюсом, далее выбираем сопряжение по bluetooth и затем отмечаем пункт индикатор вспыхивает правильно. Далее выбираем из списка обнаруженных устройств, хотя список громко сказано, вряд ли тут будет что-то еще, то что там нашлось и переходим к шагу выбора wi-fi сетей. Далее нужно ввести пароль к своей домашней сети, после этого данные передаются на панель. Ждем некоторое время применения настроек, после чего получаем сообщение о успешном добавлении устройства. Давайте рассмотрим возможности устройства в приложении. Прямо в общем списке, не заходя в его плагин, можно управлять обоими его выключателями. В плагине, кстати сразу прилетело обновление прошивки. Центральную часть окна занимают те же выключатели. Над ними показания локального датчика температуры. Внизу дополнительные опции, которые мы с вами рассмотрим далее. Меню настроек тут довольно обширное. Тут же имеется обновление прошивки, которую я сразу запустил. В нижней части целый ряд опций, позволяющих кастомизировать устройство под свои нужды. Вот так кстати на экране устройства выглядит процесс этого обновления. Меню состояния после включения, позволяет настроить поведение каждого из каналов после восстановления питания. Он может быть включен, выключен или хранить предыдущее состояние. А это довольно эксклюзивная для выключателя опция, она позволяет настроить время, через которое выключатель будет автоматически отключаться. Подойдет например для управления электрокранами или актуаторами. Для этих же целей служит функция блокировки или интерлок. При ее активации, включение одного канала, моментально отключает другой. То есть если ее активировать, то невозможно включить оба выключателя в один момент времени. Настройка режима температуры позволяет выбрать шкалу Цельсия или Фаренгейта. Меню виджетов позволяет вывести на экран устройства до 8 устройств, подключенных к AV-Link, чтобы управлять ими без телефона, прямо с панелей. Светильники, лампочки, ленты, розетки, шторы, все что угодно. В настройках экрана можно выбрать свой город, определяются автоматически по координатам. Это нужно для корректного вывода текущей погоды и температуры на улице, очень удобно. Время, температура, погода синхронны с виджетами телефона. Это тоже одно из практических применений панели. При активации энергосберегающего режима устройство будет полностью отключать экран. Причем время отключения можно настроить как по дням недели, так и по времени например целый день. Либо выбрав время начала и завершения, указать когда именно. Логично в ночное время чтобы свет не мешал спать. Кстати от себя добавлю, устройству бы не помешал датчик движения как у панели окара, чтобы автоматически включаться, когда к нему кто-то подходит. Перейдем к функциям с главного окна экрана плагина и начнем с очень интересной и важной термостат. Она позволяет превратить любое устройство с реле, у меня можно выбрать любой из каналов панели или находящиеся в системе реле, в термостат. Тип термостата определяет его поведение, обогреватель включается чтобы поднять температуру, охладитель чтобы ее понизить. После этого в системе появляется логический термостат, который можно при необходимости выключить. В включенном режиме есть два варианта работы. Ручной, где он просто держит указанную температуру. И автоматически, где можно задать периоды работы с разной температурой. Например, в дневное время поддерживать более теплый режим, скажем 22 градуса. Выбранный режим отображается в виде отдельной панели в списке. В ночное время можно чуть снизить температуру. А можно задать несколько вариантов работы, разделив будние дни и выходные, и повышать температуру только когда кто-то есть дома. При наличии индивидуального теплощетчика это здорово сэкономит на счетах. Расписание, тут все довольно просто. Вы можете установить разного или периодическое включение или выключение любого из каналов, по времени и дням недели. Таймер это отсрочка перед включением или выключением канала управления, которое задается вручную. Цикличный таймер нужен для повторяющихся операций, задается время начала, продолжительность каждого цикла, тип работы цикла, повторяемый или чередующийся. Далее тип действия, включить, выключить, дату для его начала и какой канал будет работать в этом режиме. Перейдем к тестам. Вот панель виджетов, на которую я вывел два устройства. Лампочка и USB реле. Отрабатывает очень быстро. Сверху находится меню настройки экрана. Яркость и время через которое он будет уходить в спящий режим. Работа с светильником на примере цветной лампочки санов. Доступны все возможности. Включение, выключение, регулировка яркости, выбор цвета. Есть переключение режимов белого и цветного освещения. В белом также доступны все настройки яркости и цветовой температуры. Управление нагрузками подключенными к управляемым каналам выключателя интерактивного панели. Память состояния. На один канал установлено помнить статус на второй выключено. После включения активируется только первый канал. Обратите внимание через сколько времени после включения обновляются данные по времени и погоде. Режим интерлок. После его активации может быть включен только один из каналов выключателя. Выключение через время. Кстати может работать и совместно с интерлок. Линия автоматически выключится через заданное время. Термостат. Для активации его нужно включить. Далее для проверки работы ставлю высокую целевую температуру, это включает второй канал. Ставлю низкую, канал отключается, все очень просто. Тут можно выбрать и режим работы, ручной или автоматический. Если аккаунт Everlink подключен к Google Home, то устройство можно управлять и отсюда. Правда, довольно ограничено. Тут появится три выключателя. Один общий, он управляет сразу обоими физическими линиями. И две сущности, управление каждым из выключателей по отдельности. В том числе и при помощи голосового ассистента. Остальных возможностей, включая термостат, тут к сожалению нет. Для работы в Home Assistant я использую интеграцию Sonoff LAN от Alex IT. Ее проще всего ставить из Hacks, ищем в списке стандартных репозиториев. Хочу обратить внимание на то, что герой обзора пока отсутствует в свободной продаже, что усложняет какие-либо работы по его интеграциям в сторонние системы. Поэтому показанное тут актуально лишь на дату выхода обзора, думаю что в дальнейшем появится больше возможностей. А пока только лишь управление выключателями, причем у меня появилось сразу четыре сущности. Но работают только две. Также в атрибутах есть какие-то показания влажности и температуры. Влажность постоянно показывает 50, не меняется. Температура меняется, но по всей видимости только в момент загрузки Home Assistant, так как с текущими показаниями датчиков приложение не совпадает, но близко. Подведем итоги первого знакомства с Sonoff NS панель. Весьма практичная замена для двухклавишного выключателя, правда требует наличия нулевой линии. Мощности хватит для управления практически любыми светильниками. Если сравнить с Acara S1, герой обзора существенно бюджетнее, по крайней мере если верить заявленной на сайте цене, но имеет меньший экран. Зато кнопки выключателя физические и не надо листать как на Acara S1 экран для управления физическими линиями. При этом нет датчика приближения, но за то что более важно, показывает актуальное время и корректный прогноз в вашем городе. Также понравилась возможность создания термостата, опции интерлока, автоматического отключения и цикличного таймера, что существенно расширяет возможности его применения. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще и Telegram канал, в котором публикую различную информацию по тематике умного дома, подключайтесь будет интересно. Ссылку на него, а также на каталог устройств умного дома вы найдете в описании. Также вы сможете поддержать мой канал подписавшись на меня на сервисе Patreon. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok